Это программа «День с толком» в студии Ирина Корщегина. Здравствуйте! Ближайшие 10 минут о хороших новостях и не очень. 36 голосов за отставку. Сергей Дугин официально покинул свой пост. Невеселое новоселье. Мы сделали выводы под розетки здесь уже. У нас уже есть лампочка. Почему жильцы многострадального Демидов парка не торопятся заселяться в свои квартиры? Китайские танки в Алтайском крае. Жители напуганы неожиданным визитом в военной технике. В депо. Почему барнаульцы отказались от московских трамваев? Ушел и не обещал вернуться. Сегодня Сергей Дугин официально покинул пост главы Барнаула. За его отставку единодушно проголосовали 36 депутатов, которые присутствовали на собрании Гордумы. Интересный факт. Сергей Дугин стал первым в новейшей истории барнаула мэром, который уходит в отставку не в связи с уголовным делом или трагедией. Заявление о досрочном сложении полномочий бывший мэр города написал еще 15 августа. По его словам, это было обдуманное и не спонтанное решение. На своем посту он был всего 3,5 года. Напомним, сейчас кресло мэра Барнаула занял Вячеслав Франк, правда пока в качестве вреу главы города. Дольщики скандального Демидов парка начали заселяться в свои квартиры. Правда, некоторые не торопятся это делать, поскольку застройщик просит подписать документ, где одним из пунктов значится, к нему нет претензий по срокам сдачи дома. Моя коллега Валентина Скерова разбиралась в теме. Смотрим. Мы сделали выводы под розетки здесь уже. У нас уже есть лампочка. Ну вот примерно где мы наметили, где будет. Да, здесь у нас планируется телевизор. Ирина с супругом вложилась в квартиру на Прудской 40 в Новоалтайске 5 лет назад. Семья рассчитывала через пару лет отметить новоселье. Но у застройщика возникли финансовые трудности. Достраивала дом уже другая компания. Пока семья Штифановых ждала свои 22 квадрата, снимали квартиру в Барнауле. На аренду жилья потратили более 300 тысяч рублей. Три последних года ожидание уже было достаточно нервным. Планы, конечно, поменялись. Теперь хотелось бы приобрести жилплощадь побольше. Потому что, ну, по крайней мере, на этап, если вернуться на три года назад, да, эта квартира была бы нам, в принципе, вообще достаточно. Пока семья планирует обживаться здесь, а затем Ирина с супругом, к слову, не ждут пополнения, будут думать о квартире побольше. Кстати, уже с июля по решению арбитражного суда многие дольщики Демидов парка начали активно заселяться в квартиры и делать ремонт. Правда, некоторые не торопятся получать ключи, так как для этого нужно подписать акт приема передачи квартиры. Где четвертым пунктом значится, что у жильцов нет претензий к срокам сдачи дома. Люди опасаются, что после подписания документа им не заплатят компенсацию за просрочку. Вы будете спокойно подписывать этот акт? Или все-таки пока воздерживаете? Я его еще в глаза не видел, чтобы прям конкретно сказать. Ну, у меня есть судом арбитражным решение вынесенное, что выдать квартиру, выплатить на стойку. То есть, если это не повлияет, вот, подписание этого акта на вот это решение, я это еще буду консультироваться, то тогда, конечно, его подпишу. Размер неустойки у Александра 100 тысяч рублей. Терять такую сумму они намерен. По заверению нашего юриста, акт приема передачи квартиры – документ обязательный. Если этого документа нет, то фактически квартира принадлежит застройщику. Правда, подписывать нужно грамотно, добавляет эксперт. Граждане имеют права подписать данный акт с пометкой ниже, с какими пунктами они конкретно не согласны. То есть, подписано с разногласиями, поставив под подписью свою роспись. Кстати, по словам дольщиков, это единственный нюанс, который их беспокоит. В целом домом и квартирами они довольны. Дравится им и то, что район планируют развивать. Недалеко от новостройки достраивается садик. В будущем хотят возвести школу, устраивает их и транспортная развязка. Правда, новоселы боятся, что некогда скандальная репутация Демитов парка может негативно повлиять на продажу квартир в этом доме. А продавать свои квартиры многие уже планируют, ведь за время ожидания некоторым семьям здесь стало тесно. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Эшелон с китайской военной техникой прошел через Барнаульский железнодорожный вокзал. Бесстрашные горожане сделали фотографии необычного груза. Точка назначения неизвестна, но есть предположение, что транспорт следует на масштабные международные учения. С 16 по 21 сентября на территории России пройдут стратегические учения «Центр-2019». Основные действия будут проводиться на шести общевысковых полигонах, в числе которых «Алейский полигон». Как следует из сообщений Минобороны, в учениях планируется задействовать 128 тысяч человек личного состава, 20 тысяч наземных из 600 единиц летательной техники, а также 15 кораблей. Кроме Китая и России, в учениях примут участие войска Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Так что, возможно, барнаульцы еще не раз увидят боевую технику на городских путях. Напомним, подобные эшелоны в Барнауле не редкость. Предыдущие и тоже с китайской военной техникой видели в сентябре прошлого года. Барнаул отказался от списанных московских трамваев, хотя ранее столица края планировала попросить в пользование технику, бывшую в употреблении. Москва в таких случаях идет навстречу. Вот, например, Новосибирск получил 20 трамваев, хотя при этом сразу же поставил их на капитальный ремонт. Об этом рассказали в Барнаульском горе электротрансе и подчеркнули, что себе такое позволить все же не могут. Дело в том, что трамвайный парк города и так в основном состоит из старой техники. 97% изношено. По данным горы электротранса, отремонтировать нужно 200 вагонов. Несмотря на это, раньше все же заходила речь о необходимости попросить транспорт у Москвы. В итоге было принято решение, что будут заниматься ремонтом своего транспорта, ведь даже на эти работы у предприятия не хватает средств. Ежегодно на ремонт уходит более 100 миллионов рублей. Пока горы электротранс планируют ремонтировать по 5 вагонов в год, первый обновленный в этом году трамвай выйдет на маршрут к 1 сентября. Рубцовск вошел в десятку самых грязных городов страны, сообщают федеральные СМИ. Рейтинг составлен на основе опроса населения. Своё мнение выразили более 90 тысяч человек. Они оценивали чистоту на улицах и во дворах. Самым грязным оказался Архангельск, а Рубцовск расположился на восьмой строчке. Кстати, самым чистым городом-миллионером оказалась Москва. Герой нашего следующего сюжета – обыкновенный парень из автомастерской, которому часто приходится работать со сварочным аппаратом. Но в конце дня обычная сварка превращается в искусство. Как можно вдохнуть в грубый металл жизни, даже делать из него комаров, крабов и кошек? Смотрим. Это, грубо говоря, доберман. Вот это вот ноги, допустим, его. Доберман в разрезе. Здесь лежит около ста деталей будущей собаки из металла. Мастер Иван – парень с железными увлечениями. Сам работает в автомастерской, где часто приходится иметь дело со сварочным аппаратом. Но в конце дня тянет на творчество. И вот прожженный металл превращается в бульдога. И у собаки даже появляется имя – Боб. Первый у меня был доберман сделан. Вот его я сделал. Он у нас долго в сервисе стоял. Из клиентов. Ну, почти всем нравится. Все хотят себе поставить. Давай нам его. Мы такие – не-не-не, пусть стоит. Свои фигуры – кошки, краба, архары из металла – Иван не поставил на поток. Заказов не так уж и много, да и цена смешная, говорит мастер. Но, как он считает, изделия из металла становятся все более популярными. Не будешь же ты убивать архара, чтобы повешать его на стенку. Лучше купить вот такого. Вот он и смотрится красиво, и в современный интерьер впишется. Вот и обожженный Боб тоже станет частью современного интерьера. Совсем скоро Иван отправит его новым хозяевам – в Германию. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok